Хродинская область планует отмываться от детских интернатов полностью. Альтернатива – домы семейного типа. Батьки-выхователи берут у своей семьи детей-сирот. А мясовые улады забеспечивают их с участным жильем, оказывают финансовую поддержку. Так, у областного центра за три года появился целый Батьковский квартал, где в новых коттеджах проживают шмодетные семьи. О перспективах новой формы выхования сирот Юрий Корнялович. Это наша комната. Вот мы с Андреем приехали два месяца назад, вот моя, вот него. Приняли, в принципе, нормально, вы выделили в школу. Место для одежды, уроки делаем. Артём Сирош до приёмных батьков переехал на початку в осени. Признается, хвалявания были, однако с первого дня многодетная семья приняла хлопца окродного. Новые браты и сёстры худко-то помогли освоить отца. И зараз надо вот уявить складана, что могло быть не кинакш. У нас семья вообще дружелюбная, со всеми дружим. И с новенькими тоже находим общий язык и стараемся ладить. История этой многодетной семьи почалась ещё в 2015-м годе. Сергею Мерсону и Наталье Нушковской пропоновали взять на выхование детей из интерната. Господары долго вагалися, и это не дивно, но на той час выховывали только одну родную дачку. Увы, никого познайомившись с приёмными детками просто не могли отмовиться. У якости подарунок от городских улад батьки отрымали новый двухповерховый коттедж. Седьмого ноября нам дом, в общем-то, получился как подарок к Великому дню. Октябрьская революция совпала так, что вот мы въехали в такой большой красивый дом. Наш подарок. Первое время было очень сложно, потому что все были разные абсолютно, с характерами. А сейчас уже, в общем-то, определенно есть костяк, они знают свои обязанности. С початку в этом доме семейного типа выховывалось только пять деток. Сегодня их уже восемь. Проблемы, признаются господары, есть, однако справляются с ними только все разом. Для мамы Натальи головный клопот – накормить своих годованцев. На кухне женщина проводит шмак часу. Всё это вот улетает просто. Вот целый день готовишь, дети пришли, дети поели, и стоишь и готовишь опять. Потому что процесс непрерывный, непрерывный. Мы любим кушать, мы любим кушать ещё вкусно. Помогают. Вчера Алёна помогала мне блины печь. На завтрак мы пекли блины, чтобы было завтрак. Алина чистила картошку. Помогают, помогают. Девочки стараются, не всегда, что получается, но помогают. У каждого члена великой семьи есть свои повязки. Детей привучают до отказности с раннего взрослого. За три года, что истнует дом семейного типа, господары обжились, организовали огород, поставили тяплицу. И теперь большинство продуктов выращивают на присядебном участке. Дружно всей семьёй мы выходим. И тут копают землю, и на даче помогают мне, и не только по огороду. То есть мальчишки по всем хозяйственным вопросам всегда они помощники. Первый дом семейного типа взялся практически в центре Гродноя еще в 2015 году. Сегодня по соседству уже два такие будинки. В перспективе планируют побудовать еще несколько домов. Зараз это место называют Батьковским кварталом. В Гродинской области домы семейного типа перспективно на керунок выхования сирот. Усяго в регионе при поддержке властного и районных бюджетов узведено 26 таких коттеджев, где живут около 200 детей. В ближайших планах целком отмовиться от интернатов и размирковать всех сирот у приемные семьи. Юрий Корнялович, Виктор Бака, Гродно.